В Слониме второй день идет строительство нового здания театра. Этим занимаются специалисты МПМК-164. В первую очередь ведется огораживание места возведения данного объекта. По словам мастера бригады, выполняющей данную работу, проезд через улицу Васи Крайнего в непосредственной близости к строящемуся объекту, возможно, будет перекрыт, а проезд между устройплощадкой и бывшим зданием ЗАГСа станет односторонним. Как мы и обещали, сегодня о возведении данного строения эксклюзивно для Слоним ТВ рассказывает директор МПМК-164 Василий Павлович Петручук. МПМК-164 на сегодняшний день такие уже, не такие, а похожие объекты по реконструкции занимались, строили. В частности, Минское духовное семинар и академия – это наш объект, который мы уже строим порядка семи лет. Поэтому реконструкция Народного дома для нас как бы не представляет технической сложности, будем так говорить, за исключением, может быть, организационных каких-то моментов. Народный дом мы начинаем строить буквально вот второй день, работаем. Сейчас идут вопросы по подготовке технической документации, в частности, проекты производства работ, согласования проезда транспорта, ну и все вот эти рабочие моменты, которые сегодня стройка, ну, должна этим жить. Ну, а о сроке строительства сегодня, наверное, говорить преждевременно, потому что много еще есть нюансов и вопросов. Будем работать сплотно с протировщиками для того, чтобы все вопросы по ходу, которые будут возникать, их, ну, решать и приводить в исполнение. Ну, объекты мы заинтересованы, город в этом объекте заинтересован, здание будет достаточно красивое. Мы надеемся, что при нормальном финансировании мы постараемся сроки уложить. Уже с самого утра на объекте кипит работа не только у строителей. Специалисты самых разных рангов посещают место реконструкции. Не случайно, проект театра не только сложен сам по себе, есть и другие особенности именно данной стройки. Особенности – это стесненность. Это городская черта, затрудненность подъездов, складывание материала. Вот это особенность, которая не была ни на одном другом объекте. Поэтому, ну, в процессе будем заниматься, решаться, с кеми властями будем какие-то вопросы эти доводить. А сегодняшний день у вас все есть специалисты, чтобы построить это здание? Да. Специалисты у нас есть. Кого не хватит в процессе, если потом... Ну, тут спецработы нет, кроме за исключением тех, теомонтажа, допустим, там, сцены и все прочее. Это мы не делаем, ну, так нет, субодрячий, который решает эти проблемы. Общество этой работы, отделочной работы, сантехнический, электромонтажный выполняем мы сами, и вопросов здесь не будет. Можно, пожалуй, сказать, что борода длиной почти в 20 лет сбрита. Именно с 92-го года тема строительства нового здания театра была поднята, а реализация началась 12 мая 2011 года. Запомните это число. Будем верить, что новая борода у театра не вырастет.